Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вера Фокс. Я преподаватель рок-экстремального вокала, а также борец за добро и справедливость. И сегодня я буду знакомить вас с вашей собственной гортанью Приятного просмотра Итак, обратите внимание, что когда мы начинаем петь, будь мы новичками, начинаем ли мы расщеплять Мы с вами начинаем задействовать наши голосовые связки, которые, как известно, крепятся у нас на клиновидном и двух черповидных хрящах Это гортань, вот как вы можете ее тут видеть, и два хряща, которые мы не видим От положения нашей гортани, когда мы опускаем вниз или затягиваем наверх, будет зависеть натяжение наших связок А также позиция, да, вот как я вам уже рассказывала в предыдущих видео Механизм, да, в котором мы с вами выбираем, да, то есть фальцетный или грудной Но очень важная штука, что когда люди приходят, ребят приходят на занятие бокала или смотрят видео Они думают, божечки-кошечки, а как вообще подвигать этой гортанью? За какие клапаны она дергается? На самом деле все очень просто Начнем с того, вот как нас учили еще давно-давно в самых, там, в третьем классе, когда мы пели в хоре Делайте ощущение зевка Но обратите внимание не на мягкое небо и купу А обратите внимание на то, как ваша гортань опускается вниз Зафиксируйте это ощущение Попробуйте далее не зевать, а просто опустите ее вниз Акцентируй свое внимание на корни языка Потому что корень языка у нас, по сути, крепится, да, дальше, дальше там у нас идет Как раз около гортани, вот эта вот часть И когда вы визусть опускаете вниз, но не кончик, а именно корень То получается такое движение Вот, как у лягушечки, упражнение лягушкой У хорошего вокалиста и хорошей женщины гортань должна быть раскачана в лучшем смысле этого слова Вот это поворот! Еще одно упражнение для того, чтобы почувствовать, как движется ваша гортань Это представьте, что у вас есть две буквы Буква И и буква О Что делаем? Сначала повторяем их вслух И, О, И, О Далее Делаем это беззвучно И чувствуем, как ваша гортань начинает ходить ходуном Итак, зачем же нам с вами это нужно? Иногда, когда вы делаете открытые звуки, вы не можете понять, почему звук неустойчив Или как изменить его, так скажем, картину обертоновую Ну, хорошо сказала Даете звук То есть вы должны понимать, что ваша гортань, опять-таки, это дополнительный резонатор А также то место, которое контролирует, например, расщепление Вот с этого и начинается вокальная жизнь С вами была Вера Фокс Двигай гортанию